МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Крачева. Здравствуйте. И кортко о некоторых темах выпуска. Одна из самых печальных дат в истории России. 22 июня. День памяти и скорби. Жители города почтили память погибших в Великой Отечественной войне в сквере у памятного знака. Как сдать экзамен на водительские права? Эта тема по-прежнему не теряет своей актуальности. Сотрудники ГИБДД вновь встретились с руководителями автошкол. Большой футбол. В Муравленко состоялся товарищеский матч между командами Губкинского и Муравленко. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин предлагает подключить некоммерческие организации к реабилитации наркоманов. Глава региона провел очередное заседание антинаркотической комиссии. Он подчеркнул, что проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании на территории России перестала быть только медицинской или правоохранительной. По мнению главы региона, пока не будет сокращен спрос на психоактивные вещества, никакие, даже самые мощные методы в этой борьбе не будут эффективными. Уровень этой проблемы самый серьезный, а темпы ее развития угрожают и государству, и обществу, и здоровью нации. Мода среди молодежи на новые синтетические наркотики, снижение духовности, косвенная, но настойчивая пропаганда наркокультуры в интернете. Все это способствует наркотизации общества и прежде всего молодого поколения, отметил губернатор. Сегодня основная доля изымаемых синтетических наркотиков в округе приходится на Новую Рингой, Ноябрьский, Надым. В прошлом году перекрыты каналы их поставки по почте. Изъято 68 посылок, а за пять месяцев этого года 32 посылки. Одной из мер противодействия немедицинскому потреблению наркотиков специалисты считают профилактику, формирующую у населения стойкое неприятие как наркопотребления, так и пропаганда наркотиков. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Самая кровопролитная и страшная война 20-го столетия, Великое Отечественное, началась 22 июня 1941 года. В субботу мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли во всех городах нашей страны и ближнего зарубежья. Жители Муравленко собрались в сквере у памятного знака. Подробности у Аллы Кашкаровой. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Именно эти слова в 1941-м прозвучали по всей стране, как предвестники самого страшного события в истории Советского Союза. Только по официальным данным, за 4 года Великой Отечественной погибли почти 27 миллионов советских людей. Сегодня, как и тогда, 22 июня остался для наших народов самым скорбным днем. Вспоминая всех, кто защищал Родину и не вернулся с поля сражений, кто был замучен фашистами в концлагерях, кто умер от голода и лишений, мы открыто говорим, что их подвиг не должен быть предан забвению. Эти люди любили и защищали свою Родину. Нет ни одного человека, в семье которого бабушки, дедушки, родственники не прошли через это событие. Хотелось бы отдать память и честь людям, которые в первый день войны встретили ее, встретили ее на границе, встретили ее в тылу. И сделали все для того, чтобы враг не прошел. Этот день нельзя забывать, его нельзя забыть. И хочется, чтобы каждое поколение, которое живет сейчас, которое подрастает, у которых прошли недавно выпускные экзамены, чтобы помнили через года, через века. Помнили эту память, эти воспоминания о трагической дате в истории нашей страны, передавали через поколение. Память о тех, кто не вернулся с поля сражений, в Муравленко почтили в сквере у памятного знака. На мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, присутствовали работники организации, предприятий, ветераны и жители города. Вместе они возложили цветы к памятному знаку. Воспоминания 22 июня ветерана Виктора Городничева связаны не только с началом войны. Для него в этот день закончилось детство. Я помню все, от начала и до вот этого времени. А вам сколько тогда было лет? 14-13 лет. Работать надо было. Требовалось это все. У нас фронтовая полоса, а там мы приходили, инженера, военные инженера, вот, чтобы помочь окопы копать. Окопы копали, блиндажи строили. Василия Абашева в 41-м еще не было на свете, но он знает о подвигах советских воинов не из учебников истории, а из рассказов его родных и близких. Я здесь почтить память своих двух дядек, которые в войну погибли, и мама Царства и Небесное воевала, которая. 22 июня возложить цветы и тем самым почтить память погибших на войне людей пришли около сотни жителей нашего города. Букеты с траурной лентой сюда несли и после мероприятия. У памятников Победы по всей стране венки и горы цветов. Их приносят люди разных возрастов, и взрослые, и дети, и, конечно же, ветераны. Просто нет в бывшем союзе семьи, кого не коснулась бы дата – 22 июня 1941 года. День начала Великой Отечественной войны. Память людей, ценой своей жизни защищавших родину, почтили и в храме преображения Господня. За упокойное богослужение здесь провели утром, но желающих поставить свечу и помолиться было так много, что в храме образовалась небольшая очередь. Алла Кашкарова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». На Ямале завершилась окружная акция «Зарплата одного дня». Она проводилась с целью оказания адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и малоимущим, неработающим, одинокопроживающим пенсионерам. В ходе благотворительной акции работники организаций, предприниматели и жители автономного округа перечисляли на благотворительный счет денежные средства. В «Муравленко» активную позицию проявили сотрудники почти 50 организаций. Совместно им удалось собрать чуть более 742 тысяч рублей. Будет принято решение о том, куда будут направлены эти деньги, пропорциональной численности наших ветеранов, неработающих пенсионеров. Наша организация, советы ветеранов во всех городах Ямал-Ненецкого автономного округа получит эти денежные средства на проведение каких-то благотворительных мероприятий, на выделение материальной помощи и поддержки вот этим категориям населения. Это и ветераны, это и инвалиды Великой Отечественной войны, и неработающие пенсионеры, пожилые люди, те, кто нуждаются в помощи. К другим темам. В «Муравленко» 22 июня произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедиста и водителя скутера. В субботу вечером девушка, управлявшая велосипедом, двигалась по улице строителей в сторону Ленина. Это участок с односторонним движением. Велосипедист двигался против него. Выезжал со дворов, естественно, знаю, что это одностороннее. Посмотрел налево, смотрю направо. Летит девушка на велосипеде на бешеной скорости. Ну, влетают в машину. К счастью, велосипедист не пострадал, а участники другого ДТП, которое произошло в этот же день, получили серьезные травмы. 16-летний водитель скутера вез двух пассажиров, что запрещено правилами дорожного движения. В одном из дворов по улице Губкина он не справился с управлением и врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате аварии три человека получили травмы различной степени тяжести. Мы уже не раз говорили о том, что водители скутеров и велосипедисты являются равноправными участниками дорожного движения. Однако, как показывает практика, правила соблюдают не все. И это печально. В то же время проблема сдачи экзамена на получение водительских прав в Муравленко по-прежнему остается острой. Курсанты не могут сдать практическую часть экзамена в ГИБДД, потому что образовалась внушительная очередь из тех, кто не сдал вождение с первого раза. Автошколы, а их в городе четыре, продолжают выпускать новые группы будущих водителей, которым тоже надо подтверждать теоретические знания на практике. Очередь растет в геометрической прогрессии. Три недели назад представители автошколы ГИБДД сели за стол переговоров. В минувшую среду беседа продолжилась. Что изменилось, узнавала Марина Мехедова. Первую попытку решить экзаменационный кризис предприняли в мае. Тогда руководители автошкол договорились сделать общий график, установить очередность, определить количество дней, необходимых для сдачи экзамена и новичкам, и тем, кто уже предпринимал попытки неоднократно. Однако до полного порядка еще далеко. Вы их от себя откинули, мы их себе взяли, и начинаются вот эти вот хождения из субботы в субботу. Регулировать очередь сотрудники ГИБДД не обязаны, но и представители школ не могут каждую субботу курировать группу сдающих. Решили разработать для экзаменующихся памятки с алгоритмом действий до и после экзамена. Обсудили и вопрос о состоянии автодромов. Их в порядок привели, отчитались представители автошкол, и видеорегистраторы в машины установили. Прибор позволит исключить предвзятость на экзамене и сформирует банк видеоуроков, которые школы могут использовать в процессе обучения. У нас вот, как пришел в семье, пришел сдавать документы, камера висит, зашел теоретически сдавать, камера снимает, сел в машину сдавать, камера снимает. В любое время, год это хранится, можно поднять, если кто-то скажет, что к нему подвзятое отношение не было. Инструкторы просят увеличить количество экзаменаторов и выделить еще один день для сдачи вождения. В ГИБДД такой возможности нет. Инспекторы советуют повысить качество обучения. Тогда и очередей не будет. Инструкторы и преподаватели должны быть заинтересованы в процессе обучения, а не так, как сейчас это все на самотек пущено. Вот мы отучили, галочку поставили, 50 часов откатали. А как откатали, каким образом, никто же не отслеживает. Ну и получается у нас такой результат, что даже 0% сдача. Автошколы планируют провести аттестацию инструкторов-водителей и набор групп проводить в разное время. Люди должны быть ответственнее, то есть обучаться, что непонятно спрашивать, дополнительно проходить практическое вождение, то есть дополнительные часы брать и учиться, учиться, учиться. И автошколы, и госавтоинспекция заинтересованы в том, чтобы по дорогам ездили грамотные водители. По статистике, большинство муравленковских курсантов сдают экзамен по вождению только с 4-5 раза. И если все курсанты будут ответственно относиться к обучению, людям не придется в субботу ждать своей очереди по 12 часов. Марина Михедова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Новости спорта. В «Муравленко» состоялся товарищеский матч между командами Губкинского и «Муравленко». Игру провели в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям на Кубок губернатора. За игроков пришли поболеть любители и фанаты большого футбола. Игра сейчас равна. После первого тайма еще 0-0. Есть моменты как бы в одной и другой стороне команды. Абсолютно уверен, что во втором тайме момента будет побольше. Ну и победить сильнейших, конечно. Во втором тайме команда Губкинского сыграла собране. И хозяева пропустили в свои ворота два мяча. Губкинским футболистам наши забили всего один гол. Итоговый счет игры 2-1 в пользу гостей. В планах футболистов «Муравленко» провести еще одну игру в конце этой недели. Кто станет их соперником на этот раз, пока неизвестно. Они работают для вас. Большой торговый зал, широкий ассортимент товаров, всегда вежливые продавцы и удобный график работы. В магазине «Афганец» для покупателей созданы комфортные условия. Желающих приобрести необходимые продукты питания с каждым днем становится все больше. Подробности в сюжете на правах рекламы. Вечером в «Афганце» многолюдно. Несмотря на то, что магазин находится не в центре города, жители «Муравленко» спешат именно сюда. Широкий ассортимент товара – находка для самого привередливого покупателя. Полуфабрикаты, консервированные продукты, крупы, растительное масло, молочная продукция и макаронные изделия. Цены на эти и другие товары приятно удивляют. В нашем магазине систематически проходят акции, которые очень удобны для жителей на продукты, питание, которые более востребованы. Цветные ценники в магазине указывают на то, что товар участвует в акции, а значит, стоимость его снижена. Покупатели таким акциям только рады. У магазина «Афганец» практически каждый день появляются новые клиенты. Потому что в этот магазин приходится и продавцы везде, и цены очень доступные. Ну, в общем, нам всем нравится этот магазин. Это и я, и семья, и родственники, и родня, все мне сюда приходят. Потому что, во-первых, здесь удобно, самообслуживание, здесь продукты всегда свежие, продавцы всегда тоже вежливые, здесь частенько акции всякие. Красиво, чисто, порядочно, нравится. В ассортименте товара не только продукты первой необходимости. В Афганце есть все для приготовления блюд японской или корейской кухни. Соевые соусы, васаби, заправки, маринады. Еще один плюс в работе магазина «Афганец» – возможность оплатить покупки банковской картой. Магазин будет рад каждому покупателю с 9 утра до 9 часов вечера, без перерывов и выходных. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленка ТВ». И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго. В студии работала Светлана Грачева. Увидимся во вторник. Светлана Грачева. Лето в городе. Ремонт в Кераме. Поступление новых коллекций. Обновление ассортимента дверей, обоев, напольных покрытий. Монтаж и подключение сантехники. Керама.